Каля 2000 наученцев в Гомельской области подчас летних каникулов станут удельниками программы другасной занятости. При этом реализация проекта вожитивляется основным за кошт бюджетных сроков. У школьных працевных лагерах побывали наши корреспонденты. У 7-й Гомельской средней школы працевный лагер открылся 1-го липеня. На протягу трех тыднях наученцы будут заниматься справами, которые в официальных документах называются громадскакорисными. Подчас зимовых и весновых каникулы удельники такого лагера вырабляли стенды. Зараз займаются ремонтом мэбли. Для школьников 8-10 классов это махчимость отримать корыстные працевные навыки и крыху зарабить. Я хотел поработать, потому что в прошлом году мне реально понравилось. Ну и денег подзаработать, потому что нигде не могу найти подработку. Дарыш и непосредной працы у лагерах займаются максимум по 2 годины на день. Остатний час присвечены культурно-массовым и спортивным мероприемствам, экскурсиям и интеллектуальным гульням. Як чакается, подчас летних каникулы удельниками працевных лагеров на Гомельшине станут минимум 2000 школьников. В течение летних каникул планируется трудоустроить около 2000 школьников и учащихся, которые будут заниматься пошивом швейных изделий, посадкой деревьев, наведением порядка на пришкольной территории, изготовлением стендов, скаминок и другой работы. В 32-й Гомельской школе документы для открытия оздоровленчего лагера працы и отпачинку начали рыхтовать еще у красавику. За этот час не только презентовали проект, но и отримали сгоду на его реализацию в управлении по праце. Плюс набрали группу из 18 человек, которые прошли медицинскую комиссию, и отримали працевные книжки столяра другого разрада. Одночасово с картками социального страхования. По великим рахунку, это початок их официйной и, саправдой, громадско-корыстной прационной деяности. Они, конечно, не профессионалы, но, во-первых, у них есть опыт трудовой деятельности, уроки труда проходят не зря, поэтому, в принципе, на много лет нам потом этой мебели хватает. Такой экономичный вариант замены школьной мебели в школе. Олег Шенсюров, Ульга Коновалова, Валера Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».